Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка посылки из Китая. Я не могу сказать, что она очередная, так как распаковок у меня уже давно не было. Причём очень давно, но я решил не отставать от прогресса и кое-что себе заказал. Что я себе заказал? В общем, здесь приблизительно 8 предметов должно быть. Я заказал всякой мелочёвки, но заказал я на Алиэкспрессе у одного продавца, поэтому посылка нормально отслеживалась. Ну, в общем, давайте посмотрим, что в ней. Посылка огромная, практически в объектив не влезает. Вот. Моя вот рука. Вот какая большая. Давайте сразу всё отсюда выложим. Продавец всё тут нормально уложил. И будем потихоньку разбираться. Ещё не всё вот как. Вот мы открылись заказики. Вот общая стоимость у нас. Вот. 120 штук по 20 сантиметров между мужчинами. То есть, вот они все разные. Вот папа-папа, папа-мама связка и связка мама-мама. Вот. Все провода разноцветные, что очень удобно. Мы можем отрывать по сколько угодно и пользоваться. Я наподобие что-то уже заказывал, но у меня очень много всяких штучек, устройств макетных. Я провожу уроки по программированию микроконтроллеров. Провода расходятся как горячие пирожки. Вот. Одна позиция есть. Откладываем. Теперь дальше. Макетная плата. Вот такая вот. Вот. У меня есть одна уже, но мне уже одной мало. Вот она. Это стандартная макетная плата на 830 точек. То есть, соединения в ней идут вот так вот. Вот. Вот так вот это шины питания. То есть, мы можем сюда 3 вольта, сюда минус, сюда 5 вольт, сюда минус и соединяться соответствующим образом. А на плате вот так вот идут соединения вот по 5. Ну, это вы, я надеюсь, знаете. То есть, очень хорошая макетная плата. Кстати, какую я прежде заказывал, она легко вот так вот перехиналась. А это очень крепкая. То есть, продавец молодец насчёт этого. Вот вторая позиция такая. Теперь дальше. Ещё перемычки. Эти вот между папой и мамой обе. Вот такие у меня больше всего расходуются почему-то. Поэтому я себе ещё 2 заказал. То есть, даже и цена, не сказал бы я, что слишком дешёвые, но такие мне очень нужны. Пошли дальше. Три позиции мы прошли. Вот такой теперь у нас… Сейчас немножко отодвинем всё остальное. Переходничок. Сейчас мы его откроем с вами. Вот. Вот этот переходничок. Сейчас мы его ещё и там откроем. Это переходник, преобразующий шину TTL в USB и наоборот. То есть, мы подключаемся вот так вот к компьютеру по USB, например. А по данным ножкам мы подключаемся к контроллеру. То есть, TTL – это тот же самый USART. То есть, кто знает, это там обмен идёт по двум ногам, по одной отдельно идёт. В общем, от ведомому к ведущему, а обратно по другой – от ведущего к ведомому. То есть, почему он не просто UART. UART – это универсальный асинхронный приём-передатчик Receive Transmit. А USART – это универсальный синхронно-ассинхронный. То есть, там ещё синхронная передача. То есть, ну, чтобы завести синхронную передачу, нам нужен ещё один вывод. Здесь он реализован в одном из шести выводов. То есть, здесь всё есть. Вот. Ну, когда я буду показывать дальше свои уроки по USART, по UART, если будет, то я думаю, теперь я вместо своего самодельного переходничка буду теперь использовать именно вот этот. То есть, если мы посмотрим, цена здесь, ну, в рублях вот такая. То есть, если мы переключим в доллары, то получим мы вот всего лишь 1 доллар 67 центов. То есть, как вы видели, в рублях там 117 рублей. У нас такие переходники в магазинах, ну, меньше 300 рублей найти очень тяжело, так что очень выгодно. То есть, собран он, как вы видите, очень ответственно, очень хорошо. Вот. Ну, ждите тестирования. Пошли дальше по позициям. Дальше будет всё интересней и интересней. Откладём этот USART. То есть, теперь вернёмся в заказы. Вот теперь, ну, эти мы посложнее вещи пропустим. Вот такие ещё макетницы, просто нам, чтобы освободить столик, вот здесь написано их вот этих маленьких макетниц 10 штук. Я почему-то думал их 5, они все разноцветные. Ну, для чего они мне нужны, в общем-то? Ну, например, вот, ну, этот вот индикатор, у него ножки вот так идут. То есть, мы его в макетницу и вот как воткнём. То есть, я сейчас вот большую возьму. А есть ещё индикаторы. Просто я не знаю, где они у меня в данный момент. У них лапки вот так вот идут, то есть, по краям. Если мы его подсоединим, например, воткнём в макетную плату, то нам уже подсоединяться к этим лапкам будет негде. Поэтому я буду вот так вот использовать. Вот. Вот его воткнул и спокойно там уже разгуляюсь. Могу вот так вот разъехать. То есть, цена 3 доллара 97 центов. Ну, будем считать 4 за 10 вот таких плат. То есть, каждая она по 170 ножек. За 10 штук, я считаю, цена просто сущие копейки. Как говорят в одной из реклам. Вот. Посчитаем их ровно здесь 10. Все разных цветов. Чёрный, синий, жёлтый, вот зелёный. То есть, наверное, по паре. Вот. Все цвета – вот они. Отлично. Пошли дальше. Вот ещё у нас вот такой наборчик за 4 доллара. Это перемычки. То есть, перемычки с проводами. То есть, вот например, мы на макетнице между какими-то элементами, между ножками какого-то элемента пытаемся установить какое-то соединение и используем вот такие вот перемычки. Ну, у меня таких не было, признаться. Я пользовался, так сказать, стандартно обыкновенными вообщем вот такими маленькими проводами. Вот. Просто покороче. Получалась там путаница на макетнице и очень некрасиво. Вот. Даже не знаю, как открыть, но видно, что коробочка очень хорошая. Вот она с петлями даже. Не просто как-то там, так сказать, на каких-то соплях, а очень хорошо ответственно выполнена. Вот. Вот здесь что. Вот коротенькие совсем перемычки, подлиннее. То есть, перемычки здесь… Ну, я коробку, к сожалению, открыл наоборот. Нужно было, чтобы они вот здесь остались. Теперь, соответственно, они уже в свои места, наверное, не попадут. Ну, я потом переберу. Вот. Есть и длинные вот такие вот. То есть, отлично. Теперь более серьёзные вещи. Осталось у нас ещё с вами два лота. Все мы остальные вроде как исчерпали. Вот. Перейдём к серьёзным вещам. Вот у нас такая вот есть штучка, очень интересная. Это, скорее всего, дисплей. 16 символов в горизонтальном ряду и таких два ряда. То есть, две строки. Вот, что он из себя представляет. Только это не обычный дисплей. Ну, как, например, скажем, вот такой вот. Просто он здесь на четыре строки, но здесь вот только вот ножки и всё. И только дисплей. Ну, конечно, я не говорю о том, что там ещё стоит контроллер HD. Вот. А этот дисплей, в нём ещё сразу находится, во-первых, резистор регулировки контрастности – это раз. Во-вторых, находится вот здесь вот шесть кнопочек, которые мы спокойно с вами можем, в общем-то, подключать. Вот. И сразу же вот не как те дисплеи, которые вот которые я только что перед этим показал, а именно здесь вот, вот эти вот гребёнки уже впаяны куда надо. Как правило, их никто не впаивает и сам потом впаиваешь, то есть. А здесь уже впаяны. Ну, позиционируется он, конечно, как модуль Ардуино. Вот. Давайте также вот здесь посмотрим. Вот он у нас. То есть, ну, скажу то, что, конечно, ссылочки я все обязательно на товарочки размещу в описании, так что если кому надо, то заказывайте. Также, если будут попадаться тесты у меня потом, ну, вернее, не попадаться, а я их сам буду делать, буду выкладывать в видео, то я обязательно буду с этой распаковкой всё это дело консолидировать, соединять. Ну, не знаю, давайте оторвём, что ли, вот это вот. Вот. И сразу ещё красивее у нас станет. Ну, конечно, не терпится его попробовать. Вот такой вот есть у меня модуль Ардуино Уно. Вот так вот мы его с вами соединяем. Здесь перепутать просто невозможно. Вот. Всё у нас соединилось. Сейчас мы… Возможно… А, нет. Там же это Ардуино. Там, конечно, тестовой никакой программы нет. Это того и быть не может. Ну, в общем, пока я тут всё подключаю, я вам расскажу ещё про кнопки. Для кнопок, для каждой отдельного вывода нет, тем самым экономятся порты. То есть, здесь происходит всё посредством АЦП. Вот. У нас дисплей светится, но так как у нас нет никакой здесь прошивочки, то, конечно же, мы не видим тут никаких символов, не видим, чтобы у нас кнопки как-то работали. Но вот вернёмся всё-таки к кнопочкам. Я сейчас, наверное, давайте лучше, чтобы сильно виртуально голословным не быть, я вам нарисую, сейчас возьму авторучку, как подключены эти все у нас с вами кнопочки. Вообщем, RESET… Сейчас немножко отравняюсь. Вот, вот RESET… Вот, так видней будет. RESET у нас… Вот он, идёт кнопка и просто идёт на массу. И идёт он на RESET куда-то там, т.е. он выведен отдельно у нас. Хорошо, S6 он ещё будет именоваться. Пошли дальше. Вот у нас с вами шина питания. Стоит резистор на 2 кОм. Вот. Аналоговый вход AD0, ардуины. И пошли кнопки. Вот она кнопка Right. Затем ещё таких несколько резисторов. Причём даже номиналы известны. Я замучился искать, конечно, схему. Ну, не важно, главный смысл-то ясен у нас. Вот они кнопки и к определённым они, т.е. подходят к выводам. Вот. Ещё кнопка. Ещё кнопка. Ещё кнопка. То есть, здесь у нас UP, здесь DOWN, здесь LEFT и здесь SELECT. Ну, тут 2 кОм, тут 330 Ом, тут 620 Ом, здесь 1 кОм, здесь 3,3 кОм. Вот. Ну, чтобы закончить всю эту гребёночку, она вот так вот здесь садится на общий провод питания. Вот как. Вот такая вот схемка. Не знаю, может быть, я как-то криво нарисовал, но как-то нарисовал. Я не стал просто ради этого доставать свой графический планшет. У меня есть рисовать в Paint. Я вот так вот по старинке, по-дедовски вам показал. Ну, то есть, вот как. Ну, теперь давайте перейдём на рабочий стол всё-таки. Запустим мы с вами ардуиновскую отладочную программу и попробуем что-то написать. Давайте пока подключим Ардуино нашу. Ну, теперь попробуем мы то, что есть пока собрать, как у нас соберётся ли скетч. Это при старте у нас Ардуино, она какую-то пустую заготовочку, заглушку всё-таки нам даёт. Ну, пробуем загрузить. Ну, хорошо, у нас загрузка завершена. Теперь мы можем что-то с вами и попробовать и написать. В общем, нам нужно подключить библиотеку. Не знаю, будет ли она видна. Вот такую вот библиотеку. Ну, сейчас попробуем. Вот он ещё нам хочет куда-то сохранить наш скетч. Ну, давайте, неважно, какую-нибудь там любую папку сохранили. Если сейчас не поругается, значит библиотека у нас всё, библиотека у нас видна, то есть отлично. Ну, и теперь мы определим ножки. Ну, раз у нас слово такое же здесь, вот такую переменную мы создадим, ну и определим 8, 9, 4, 5, 6, 7, вот так. Теперь здесь пишем, давайте все комментарии можно поубирать. LCD begin 16,2, но это ясно, потому что у нас с вами 16 столбцов и две таких строки. Дальше LCD setCursor, ну, на первой мы перейдём с вами строку, на первый столбец, но здесь они, конечно, нулевые. lcd.print ну и здесь мы что-то попробуем написать. Ну, test, lcd, hina, вот так. Ну, давайте попробуем всё-таки всё это прошить. Каждый раз нас пытается куда-то отправить наш, вот теперь, ага, ну, конечно, точка с запятой, забывать не надо. Вот у нас всё получилось. Ну, вот как мы видим, дисплей наш работает. Попробуем немножко вкрутнуть контрастность. Скорее всего, даже они тестировались уже. Контрастность, скорее всего, правильно уже настроенная у нас. Вот. Мы можем с вами сделать только хуже. Ну, я думаю, и так всё здесь прекрасно видно. Вот. Нужно, в принципе, даже боковой свет нам потушить. Вот. Даже ещё лучше станет. Вот. Test, lcd, china. Теперь давайте всё-таки, чтобы нам испытать ещё кнопочки, ну, можно скопировать вот здесь. Вообще. Вот так вот хороший тон программирования нас заставляет делать. И написать. Ok. Вот. И будем с вами мы теперь следить за нашими клавишами вот здесь. Это у нас бесконечный цикл. Такой вот сегодня даже у меня урок получился по Arduino. Я даже этого не хотел, но хочется очень проверить новый дисплеечек. Дисплеев у меня таких очень много, а вот с кнопками нет. Поэтому очень хочется проверить кнопки. Ну, почему бы это вам не показать, я даже не знаю. функцию. Аналог. Read 0. Ну, если функции будут, конечно, повторяться, мы их будем копировать. setCursor. Ну, не знаю сколько тут у нас 4, но пробел пропустим. Угу. И дальше уже пошли условия. Если x меньше 60. Ну, ребята, мои подписчики скажут, что здесь он не обошёлся без программирования, даже в распаковке. Ну, что поделать, я такой вот… Ну, здесь setPrint. writeKey. Так. Наверное, пробел потребуется, потому что не все 5 символьные, есть там 6. Вот так. Ну, теперь дальше пойдёт как по массу. else if x меньше 200. Здесь up. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Угу. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Они все должны быть строго одной ширины. Хотя лучше, наверное, писать нам всё-таки. Раз, два, три. Ну, за reset мы не следим. Reset у нас нужен для того. Давайте вот попробуем. Я не знаю, кто из них reset. Вот RST, наверное. Чтобы перезагружать Arduino. Нет, что-то он… Ну, видимо, значит, как-то его надо там заводить на reset, тоже его программировать. Ну, это нам не обязательно. Ну, здесь 200, здесь 400, тут 600, 800. Так как АЦП у нас 10-битный, в отмете 328, на которой построена Arduino, так вот мы и привязываемся с вами к 1024. В общем, вот это и значит вот эта цифра. Это, скорее всего, я так думаю, я не разбирал этот скетч, мне как-то не до него было. Ну, ладно. OK. Угу. Здесь downkey. Да, наверное, insert. Теперь нажму я, чтобы не считать каждый раз. Потом left key и select key. Вот почему мы делали 10. Значит, здесь вот уже до конца дошло. Ну, соберём наш скетч. Надо, конечно, заранее просто скетч было создать, а не в пустом поле работать. Ну, просто у нас программка с вами невеликая, поэтому можно и так. Вот. По идее должно что-то у нас сейчас заработать. Попробуем. Вот. Select. Вот left. Вот right. Up. Down. Reset. Не. Прошит. Right. Left. Select. Хорошо. А где же у нас вот здесь вот я? Key двоеточие. Куда делось, спрашивается. А ну, конечно, мы не установили курсор перед тем, как напечатать слово вот сюда. Да, в принципе, не нужно нам проверять. Можно сразу шить. Всё у нас, я думаю, будет с вами нормально. Вот. Пробуем сначала. Select нажали, left нажали, down нажали, up нажали и right нажали. Вот опять Select, то есть дисплей работает. Отлично. Ну, что-то мы задержались с вами на одной позиции, но я думаю, всё равно было интересно, что это не простая такая вот распаковочка, так сказать. Ладно, глушим с вами Arduino. Теперь паять будем. Сегодня у нас с вами урок по всему на свече. Выключаем весь этот дисплей и вместе с Arduino мы его отбросим. Вот ещё одна позиция у нас. Данная позиция – это такая небольшая отладочная платка на контроллере STM32. Ну, небольшая она, потому что если взять нормальный Discovery, то он, не знаю, раз в 8, то он будет, наверное, больше. Вот. Давайте сравним. Вот такой Discovery. Вот такая платка. Вот такая она пришла. Она на F103 контроллере. Никакого ни программатора нету. То есть зря я, конечно, не заказал себе ST-Link. Ну, в принципе, у меня две Discovery есть. В них есть встроенный ST-Link, но пока буду пользоваться им. То есть вот эта половинка – это программатор. Вот здесь вот должны быть перемычки. Если этих перемычек нет, вот я их поснимал, то мы уже программируем внешнее, в общем-то, устройство. Ну, если вы немножко согласны подождать, я сейчас впаяю вот эти вот ножки, которые продавец нам дал, но, соответственно, заради не впаял. Продавец этого делать и не обязан. Обязан делать кто-то другой. Ну, вот. Сейчас я растоплю свою паяльную станцию, в общем-то. И эти ножки тут припаяю. Ну, 319 градусов нам хватит. Так, во-первых, нужно посчитать нам, чего здесь и сколько. Отсталось дело за малым. Паяльник уже достиг 312 градусов. В общем-то, смочим всё это флюсом LTE 120 или вот так. Ну, если кто-то хорошо паять не может, посмотрите мою распаковку часов из Китая. Я там всё это припаиваю. Ну, в принципе, уроков по пайке есть много. Это очень такое интересное ремесло. Я вам скажу. В общем, советую сначала всегда по углам прихватиться, потом будет легче. Вот. По углам прихватились и пошли. Отстань. Поехали. Продолжение следует... Вот, хоть душу оторвал, не паял уже тысячу лет. Ну, сейчас чуть-чуть остынет всё это хозяйство и мы это дело сбрыжнем с вами немножко изопропиловым спиртом. Ну, это соответственно, чтобы смыть флюс, хотя LTI считается флюсом неактивным, но привычка смывать флюс очень хорошая привычка. Потому что данные платы, они работают на частотах на высоких и при высоких частотах немножко всё происходит в жизни по-другому, нежели на малых. Ну, я думаю, уже наш флюс растворился в спирте. Осталось взять вот такую щёточку срезанную слегка и почистить. Ну, это также как мы чистим сапоги приблизительно. Ну, это в этом случае также, а так, конечно, надо быть поаккуратнее. Ну, здесь ничего такого нет сильно. Весь основной монтаж с другой стороны. Ну и всё у нас отлично получилось. Вот. Ну, вот и будем мы сейчас пробовать с вами с помощью как-то соединяться вот такой вот штуки Discovery, третий. У меня есть и четвёртый, ну, что-то я решил третью именно. Так, ну, это питание, понятно. А дальше пошли там ножки в следующем порядке. То есть, у нас программирование с Т-линком происходит посредством интерфейса SWD, SWD. То есть, вот здесь вот у нас по ножкам следующая распиновка. Первая идёт у нас VDD, ну, советует VDD брать с трёх вольт. Ну, я так и возьму. Ну, а дальше пошло тактирование. Смотрим, где у нас вот здесь тактирование, вот тактирование у нас. Вот у нас тактирование. Следующая у нас земля. Всё-таки я закажу себе ST-link. Он аккуратненький такой маленький. Что-то решил сэкономить. Вот у нас земля. Дальше идёт у нас, по-моему, уже активный пишущий I.O. Input-output. Тут по одной шине всё работает, программирование. Ну, SWD, он как-то просто для программирования редко, для других целей, поэтому здесь скорости большие-то и не важны. Ну, и последний, по-моему, Reset. Ну, Reset у нас. Мы сейчас зайдём вот сюда в Cube, вот макет нашего контроллера. Здесь я в такой программке разрабатываю программы для STM контроллеров, я уже здесь подготовил, не терпится проверить. Вообщем, вот у нас Reset B00 какой-то. Найдём-ка мы его здесь, ну, наверное, просто вот B0. Ну, ладно. Включаем, была не была. Ну, это там тестовая программа вроде как должна по умолчанию быть зашита по миганию вот этого светодиода. Светодиод у нас находится с вами, по-моему, на ножке под CPC13. Вот мы её сейчас и с вами поставим на выход в Cube. Посмотрим Clock Configuration, у нас Quartz внешний, вот он стоит. Смотрим на 8 МГц, ну, вот у нас и 8 МГц. Частоты нам маловато, а что это 8 МГц? Он может, я смотрю, на 72 работать. Сейчас Cube нам сам тут всё перерассчитает, все делители-умножители, то есть и будет 72. Будем работать на хроничной частоте, а чего нам бояться. Зайдём в GPIO. У нас единственная ножка, вот она лов. Ну, можно Speed поставить Medium. Это сейчас не важно. Раз в полсекунды зажигаться, то это не страшно. Вот. Соберём проект. Вернее, сгенерируем код. Соберём проект. Откроем. Вернее, сначала откроем, затем соберём. Жмём F7. Ну, и сейчас мы вот здесь сконфигурируем наш флеш-программатор, во-первых. Идём в Utilities. Здесь, чтобы сразу после заливки прошивки он, у нас микроконтроллер перезагружался и стартовал. Ну, посмотрим ещё наш отладчик ST-Link Debugger, правильно. Дальше. Сеттинги. Правильно всё. И здесь у нас… Ну, наверное, правильно. Ну, попробуем прошить. А, мы ещё не написали мигание-то само, собственно, вот здесь в бесконечном цикле. Ну, сейчас я возьму здесь вот с настройки, в принципе, вот у нас есть WritePin, но мы TogglePin будем использовать. WritePin – это пишет либо 0, либо 1 в лапку порта, ну, во-первых, мы не сюда воткнулись, вот здесь, наверное. А TogglePin, он переключает лапку, то есть если был 0, сделает единицу, 3 вольт, а если был 3 вольт, сделает 0, то Google, эх, по-русски, pin C13, а здесь уже не надо нам или set или reset, он сам режит. Ну, соответственно, конечно, надо написать сколько раз он в секунду, ну, какую-то задержку, в общем, hold, так как мы используем библиотеку hold, delay, ну и там 200, например. Вот. Потом ещё разок переключим, ну, давайте ещё раз переключим и подождём секунду. Просто у нас он и так там мигает, а нам надо определить, что это именно благодаря нам он мигает, вот так. По идее будет там, не знаю, один короткий, один длинный или что-то в этом духе. Ну, попробуем F9 в F8, то есть. Так, прошивка у нас куда-то пошла. О, всё. Вот. Один длинный у нас, один короткий. Прекрасно. То есть, мы используя программатор Discovery прошили наш, так сказать, вот этот вот контроллер. Ну, если мы посмотрим вот сюда вот в Cube, то этот контроллер он хоть такой и маленький и стоит он буквально всего 2 доллара, то есть 120, 130 рублей. Отмега восьмая стоит гораздо дороже. А здесь вы как видите, вот, если зайти в Clock Configuration, у нас частота 72 МГц. У отмеги восьмой едва можно до 16 разогнаться. И сколько тут различной периферии. Два АЦП есть. Десяти входовых, пожалуйста. Имеется целая куча таймеров, усартов, USB есть. Watchdog – сторожевой таймер. Ну, сторожевой пёс переводится вообще-то. Вот. Поддерживает систему FAT, FreeRTOS можно ставить. То есть, много чего. Две I2C, то есть, это за такие деньги, я считаю, просто находка для начинающего программиста микроконтроллеров. Если человек решил, начал программировать контроллеры STM и ну может быть там денег жалко на вот такую вот Discovery, она всё-таки по-другому стоит. Она, скажем, ну около 30 долларов стоит, а это всего лишь два. То есть, вот такие вот у нас сегодня с вами пришли лоты отличные. Я доволен, ребята, не знаю, как вы, то есть, ссылки будут обязательно. В общем, распаковали мы с вами просто изумительную посылку сегодня, согласитесь. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал, заходите. Такая распаковка будет не последняя. Обязательно посмотрите мои уроки по программированию. Ну, мои подписчики говорят, что они интересные. Ну, на этом ещё раз я с вами прощаюсь. Всем пока. Всего доброго. Доброго здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok